Большая праздничная программа Вольский военный институт материального обеспечения развернул на Гагаринском поле информационную агитационную выставку. С самого утра 12 апреля Гагаринскому полю стремились попасть жители со всего региона. Как сообщается организаторами праздника, около 20 тысяч жителей и гостей побывало на месте приземления легендарного космонавта. Вольская жизнь прибыла на место к самому началу торжества. Перед въездом к месту приземления стражи порядка усиленно контролировали движение, распределяя автотранспорт по специальным стоянкам. Из-за огромного количества приезжих некоторые площадки под автотранспорт находились довольно далеко, поэтому попасть на грандиозный праздник можно было только преодолев трехкилометровый маршрут и выставив в огромную очередь, чтобы пройти антитеррористический контроль. Торжественное мероприятие поражало своим размахом. Здесь, на площадке Космической гавани созвездия Гагарина, все желающие могли не только понаблюдать за выступлением танцевальных и вокальных коллективов спортсменов, увидеть в поделке народных умельцев и маленьких конструкторов, но и принять участие в спортивных соревнованиях. Гости праздника также могли посетить палатки, в которых были представлены музейные экспонаты. Также участники и гости торжества могли увидеть выставку военной техники, притом действующей, которую позволялось не только смотреть, но и забираться, например, в кабину, что и делали дети. Вольск тоже принял активное участие. На месте, где проходило массовое мероприятие, состоялась информационно-агитационная выставка Вольского военного института материального обеспечения. Для участников и гостей были развернуты палатки, организовано приготовление горячей пищи, а также организована выпечка хлеба и хлебных изделий в полевых условиях. В этот день с торжественной сценой прозвучали глубокие и искренние восхищения человеку, покорившего космос, начал который глава региона Валерий Радаев. И насколько не исчерпаем наш интерес в своей родине, насколько бесконечны ее горизонты, настолько же безграничны восхищения этим человеком, его подвигом и его судьбой. Каждое новое поколение свою мечту ассоциирует с Гагарином, с небом, с высотой, бесстрашием и победой. Первый полет человека в космос – это самое яркое событие 20 века. 55 лет назад наш соотечественник Юрий Гагарин осуществил свою мечту, совершил полет вокруг планеты Земля. Каждый год, встречая этот праздник, нас вновь и вновь охватывает чувство гордости за нашу страну, за наш родной край. Ведь именно здесь закончил свой полет в Саратовской области на Янгельской земле Юрий Гагарин. Детям Орлинного племени есть воля и смелость у вас, чтобы стать героями нашего времени. Всем вам пожить подольше, порадоваться побольше. Храни нас Господь. Многие всем нам лето. Счастья вам. И вы являетесь, уверяю вас, ярким, сильным, настоящим примером празднования вот этого праздника – Дня космонавтики во всей России. После выступления губернатора и почетных гостей зрители увидели продолжительную захватывающую дух программы. Своё мастерство показала авиационная группа высшего пилотажа «РУС», созданная на базе Вяземско-учебного авиационного центра «ДОСАВ» на родине Юрия Гагарина в Смоленской области в 1987 году. Само выступление состояло из различных элементов группового пилотажа – вентилятор, сердце, фонтан, колокол, петля Нестера и других. Минимальное расстояние между самолетами во время полета составило 1 метр. Помимо грандиозного шоу, зрители смогли увидеть полет глазами пилотов. На большом экране на сцене транслировался вид сверху из кабины самолета. Все маневры транслировались в режиме онлайн с камер, установленных на бортах самолета. После грандиозных виражей летчиков состоялось включение с Международной космической станции. Члены МКС передали свои поздравления участникам праздника на Гагаринское поле. Зрители в этот день ждало много сюрпризов. Один из них – это приезд легендарной группы «Вия земляне», чей хит «Трава у дома» по решению Роскосмоса с 2009 года является официальным гимном российской космонавтики. Они пели всем известные с детства песни, такие как «Каскадеры», «Прости земля», «Маленький кораблик», «Путь домой», «Красный конь», «Взлетные полоса», «Поверь мечту» и, конечно же, «Трава у дома». Им подпевали сотни зрителей. Мощный звук гитарной импровизации Сергея Голчина, прекрасный голос солиста Сергея Скачкова – все это создавало атмосферу настоящего праздника. В рамках праздничной программы на Гагаринском поле губернатор Валерий Радаев посетил ряд тематических площадок, организованных для участников и гостей торжеств. На площадке, где расположился Вольский военный институт, глава региона и гости смогли посмотреть полевую кухню, работу которой им продемонстрировал начальник ВИМО Сергей Рихель, и попробовали только что испеченный хлеб. На площадке спортивной выступили представители спортивных клубов Федерации борьбы и фехтования, футбола и других видов спорта. Все желающие могли попробовать свои силы и сдать нормативы ГТО. Любители гонок смогли в этот день посмотреть на показательный гоночный автокросс, который проходил по специально проложенному маршруту. Позже на месте автопробега можно было наблюдать за виртуозным полетом вертолетов и спускающихся парашютистов, которые в точности выполнили спуск в заданном месте. По всей территории Гагаринского поля в этот день звучали песни разных народов и культур. В красочных нарядах танцевали девушки и парни. На народных площадках можно было попробовать танциональную кухню. Праздниства в этот день проходили до позднего вечера. Настроение гостей не смог подпортить даже разлетавшийся во все стороны от порыва ветра песок, которым была засыпана территория Гагаринского поля. Оксана Бедова, информационный центр «Вольская жизнь».